Сборка ПК. Базовый процесс, который разобран во множестве мануалов и роликов на YouTube, не сложнее детского конструктора. Достаточно следовать простым инструкциям и даже новичок через час-другой сможет насладиться первым пуском своей машины. Однако на деле тут хватает нюансов. Более того, за 4 года их накопилось столько, что мы решили выпустить ремейк-видео с мифами о сборке ПК. Как небольшая деталь может снизить температуру процессоров Intel? Как увеличить разгонный потенциал ОЗУ, просто поставив ее правильно? Почему апдейт биос может быть вреден? Нужно ли покупать систему водяного охлаждения? И как не потерять производительность? И еще кое-что. Мы запускаем розыгрыш комплектов нашего мерча в Telegram. Вы видели его в каждом выпуске. У нас три цвета. Бежевый, оранжевый и синий. Ссылочка на пост с розыгрышем будет в описании. Все, что нужно сделать, подписаться и нажать кнопку участвую. Через неделю мы выберем 5 победителей, а если желающих будет много, мы добавим еще 5 комплектов. На связи МК. Сегодня говорим про важные нюансы современных сборок. С чего обычно начинается сборка? Берем процессор, вставляем его в сокет платы, закрываем защелку и вуаля. Можно наносить термопасту и устанавливать систему охлаждения. Все так и было до последнего времени, пока энтузиасты не выяснили, что инженеры Intel явно прогуливали сопромат. Дело в том, что самый свежий сокет LJ1700 под 12-е и 13-е поколения Intel оказался сделанным из настолько мягкого металла, что он просто гнется при установке процессора. Из-за этого ухудшается контакт с системой охлаждения и растут температуры. Intel, разумеется, багом это не признала, поэтому бороться с фичей взялись другие компании. В результате родилась усиливающая рамка для LJ1700, которую вы легко найдете на Али за 500-700 рублей. Конечно, для холодных i3 и i5 смысла в ней немного. Такие процессоры и так можно охладить чуть ли не боксовым кулером, поэтому выигрыш от рамки с ними будет незаметен. Но в случае с i7 или i9, которая Intel официально загнала в 250 ватт, разница может быть вполне ощутимой 5-7, а то и 10 градусов, что уже сравнимо со сменой кулера на более эффективный. С нанесением термопасты тоже есть нюансы. У нас был целый выпуск по хладомазе, не будем повторять, что зубная паста и майонез гораздо лучше работают по своим прямым назначениям, а художество с крестиками-ноликами на крышке оставим для скучающих студентов. Начнем с шокирующего факта. Известные термопасты подделывают. В основном это касается популярной MX4, которая стоит достаточно дорого, что и позволяет нечистым на руку продавцам заливать в тюбики аналог GD900 и хорошо зарабатывать. Разумеется, Arctic пытается с этим бороться, но склонировать QR-код для китайцев не проблема. Чтобы не менять высохшую термопасту через год, лучше купить оригинал в крупных сетях, немного переплатив. К слову, конечно же стоит забыть о профилактической замене термопасты раз в год. Хорошая хладомазь сохраняет свои свойства в разы дольше, и если процессор не перегревается, нет никакого смысла просто так переводить термопасту. А вот брать дорогие версии с высоким коэффициентом теплопроводности имеет смысл только для топовых горячих процессоров, где каждый градус на счету. Для охлаждения простых Ryzen 5 или Qurai 5 вполне можно использовать термопасту, которая идет в комплекте с кулером. Обычно она немножко хуже брендовых решений от силы на несколько градусов, и это не будет играть никакой роли. И да, забудьте про жидкий металл. Т-1000 не только отводит тепло лучше других термопаст, еще он отлично это делает с электричеством, и даже одна незамеченная капелька на плате может ее убить. Более того, жидкий металл разрушает алюминий и медь, так что использовать его стоит только с никелированными подошвами систем охлаждения. Вообще лучше оставить такой агрессивный расплав для оверклокеров. Процессор установлен, термопаста нанесена тонким слоем, самое время ставить систему охлаждения. Но какую? Несколько лет назад мы говорили о том, что в обычном ПК нет места системе жидкостного охлаждения. Ролик о том, что СВО не нужны, снова начал набирать после февраля прошлого года. Спасибо алгоритмам. И это действительно было так. Большинство процессоров, даже топовых, не были настолько горячими, чтобы покупка в водянке имела реальный смысл. Сейчас все изменилось. Борьба Intel с AMD на фоне проблем с уменьшением техпроцесса привела к тому, что 200-ваттные процессоры это не только Core i9, это уже временами даже Core i5. У AMD еще печальней. Из-за чиплетной структуры 8 горячих быстрых ядер тусуются в небольшом кристалле, охладить который вообще нетривиальная задача. Поэтому если вы собираете систему на свежем, среднем или высокоуровневом процессоре, да еще и планируете снимать лимиты мощности, установка СЖО имеет смысл и не только для удобства и красоты. Да, нужно помнить о проблемах с протечками, о невозможности заменить помпу и многом другом, о чем мы рассказывали в том ролике, но водяное охлаждение теперь это не только прихоть мощных систем. Разумеется, все это верно только в том случае, если процессор будет загружаться тяжелыми расчетными задачами. В случае с играми потребление даже топовых i9 редко уходит за 150 ватт, поэтому если ограничить CPU на таком уровне TDP, легко можно обойтись суперкулером. Да, температуры будут выше, чем под водянкой, но все еще далеки от критических, зато не будет никаких проблем в будущем. Идем дальше, оперативная память. О двухканальном режиме работы рассказывать я снова не буду, думаю об этом все знают. Эта проблема часто касается готовых сборок и ноутбуков, где можно наткнуться на решение с 16 гигабайтами памяти, но одним модулем. Конечно, столкнувшись таким сюрпризом от производителя можно купить вторую планку, но это и лишние деньги и далеко не всем нужно 24 или 32 гигабайта УЗУ, да и разбор устройства может снять его с гарантии. Однако с двухканальным режимом работы есть нюанс, который противоречит логике. Казалось бы, модули нужно ставить в первый и третий слот от процессора, так и двухканал будет работать и планки физически будут ближе к CPU, по аналогии с видеокартой в верхнем слоте PCI-Express. Однако на деле это не так. Конечно, в таком режиме плата скорее всего включится, но вот к примеру с применением XMP-профиля могут быть проблемы, не говоря уже о дополнительном разгоне. А все дело в том, что исторически память ставилась во второй и четвертой слоты и в таком случае с ее оверклокингом проблем не будет. Да, вот такой важный нюанс, о котором легко забыть, но все же лучше читать мануал купленной плате, где точно написано, какие слоты нужно использовать для двухканала. После ОЗУ переходим к накопителям. NVMe SSD сейчас стоит дешево и кота в мешке на терабайт можно взять на Али за 3-4 тысячи рублей. Мы подробно раскрыли эту тему в прошлом выпуске. Ставить на такие диски систему рискнут не все, а вот вторым-третьим накопителем для игр или не особо важных данных можно. И формально каких-то проблем с их подключением быть не должно. Например, диаграмма популярного чипсета B660 показывает, что к нему можно подключить трио NVMe разных версий и еще один к процессору. Но есть нюанс. Сам чипсет связан с процессором шиной DMI 4.0X4, что по пропускной способности находится на уровне PCI-Express 4.0X4. То есть, такой шины хватит лишь на одного быстрого SSD, и то не совсем, так как по ней подключены все USB, SATA и звуковые, сетевые устройства и множество другой периферии. Вот и получается, что в системе на базе такого чипсета на полной скорости PCI-Express 4.0X4 будет работать только один SSD, подключенный непосредственно к процессору. Конечно, все это абсолютно не важно, если такие накопители будут использоваться для игр или как файла помойки, или же будут работать не одновременно. В таком случае добраться до упора в интерфейс не получится. Но если вы планируете постоянно переносить данные хотя бы между двумя топовыми SSD на PCI-Express 4, уже придется брать совсем не дешевый чипсет Z790, где шина DMI вдвое шире, или же урезать интерфейс видеокарты, используя PCI-Express NVMe переходники. Также на некоторых платах из-за нехватки линий PCI-Express при подключении двух NVMe SSD на полной скорости может отключаться часть SATA портов. Да, обычно остаются еще 2-4 штуки, но нужно об этом помнить при подключении SATA накопителей, чтобы потом долго не искать проблему, из-за чего в системе не виден точно работающий жесткий диск. Кроме того, при покупке SSD с Али можно нарваться на ту же проблему, что и с термоинтерфейсами. Фальшивка. Китайская площадка, не стесняясь, выводит в топе выдачи аж 3 предложения по покупке фейковых NVMe SSD от Samsung. Брать такое, разумеется, не стоит. Видеокарты. Тут мы в кои-то веки увидели первое серьезное изменение стандарта ATX за последнее десятилетие. Появился новый 12-пиновый 12-вольтовый разъем питания, который призван заменить собой привычные 8 пин, которых для топовых видеокарт современности пришлось бы устанавливать аж 4 штуки. Вы уже наверняка знаете, что реализация слегка подкачала. В случае с RTX 4090 ток на каждый контакт нового коннектора теперь до двух раз выше, чем был в 8 пин. И поэтому, если защелкнуть новый коннектор не до конца или же криво его воткнуть, возросший из-за этого сопротивление вкупе с высоким током приводит к серьезному нагреву разъема, вплоть до его оплавления. А из-за того, что новый коннектор еще и тугой, и далеко не все готовы давить на видеокарту силой, когда она уже стоит в материнке, имеет смысл сначала воткнуть коннектор, а уже потом монтировать карту на плату. При этом видеокарты становятся мощнее, а радиаторы еще больше. В случае с кастомными RTX 4090 они могут быть уже четырехслотовыми, да и более простые решения по габаритам и массе не отстают. Так что увы, но теперь подпорка под видеокарту это уже необходимость. Без нее провисание видеокарты может повредить как материнскую плату, так и привести к изгибу текстолита самой платы и отвалу различных чипов. Поэтому если после установки заметно, что видеокарта в слоте провисает, имеет смысл потратить несколько сотен рублей на подставку, коих на Али множество разных видов. Ну и разумеется нельзя не вспомнить про сам коннектор PCI-Express, в который вы эту карту вставляете. На ютубе хватает роликов с демонстрацией, что даже RTX 4090 более чем хватает шины 3.0. Переход на 4.0 дает лишь несколько кадров в секунду. Однако нужно понимать, что это действительно так работает в случае с топовыми адаптерами, у которых видеопамяти вагон и маленькая тележка. В таком случае через шину передаются только данные для работы игры и каких-либо проблем нет. Но вот у более простых карт это не так. И Апофеоз RX 6500 XT с четырьмя линиями PCI-Express и четырьмя гигабайтами памяти, подключенная через PCI-Express 3.0, вынудит видеокарту использовать ОЗУ, что повысит нагрузку на и без того урезанную шину. Итог, разница с FPS с 4.0 может достигать 20-30%, но от подключения через PCI-Express 2.0 просто противопоказано, может потерять до 50% FPS, на которой такая карточка и так не богата. Так что увы, но теперь нужно следить и за версией и шириной шины PCI-Express, особенно в случае с простыми видеокартами, где их часто урезают. Новые нюансы появились и у блоков питания. Причина современные горячие процессоры. Все дело в том, что два коннектора питания CPU раньше были прерогативой только топовых плат на Z чипсетах, под которые обычно брались такие же топовые блоки питания, у которых нужные коннекторы есть. Теперь же даже среднеуровневые доски на B и H чипсетах могут иметь 8 плюс 4 пин CPU, чем многие блоки питания на 500-600 Вт похвастаться не могут. Возникает логичный вопрос, а можно ли подключить только один коннектор 8 пин? И в большинстве случаев ответ – да. Через 8 пин можно передать больше 300 Вт, чего хватит для большинства топовых процессоров даже в стрессовой нагрузке. Более того, обычно здесь ограничителем будет выступать скорее сама зона питания CPU недорогой платы, которая просто не сможет отдать необходимый для этого ток. А с учетом того, что обычно среднеуровневые процессоры Ryzen 5 и Core i5 редко потребляют в реальных задачах больше 100-150 Вт, одного 8-пин коннектора хватит с хорошим запасом. Дополнительные 4 или даже 8 пин нужны больше для самоуспокоения и придания плате топового вида. По факту лишь единичные решения на Z чипсетах будут способны отдать процессору полкиловатта, и нужны они только серьезным оверклокерам. Раз уж мы заговорили про нюансы VRM материнских плат, именно они сейчас являются основным сдерживающим фактором при апгрейде. Все дело в том, что базовые Ryzen 5 или i5 обычно не нарушают свои 65-ваттные лимиты в играх и минимально нарушают их в рабочих задачах, поэтому с ними справляются даже простые доски без радиаторов на зоне питания. Проблемы начинаются при попытке запитать на них топовые i7 или Ryzen 7, в случае с которыми компании бустанули частоты за 5 ГГц, щедро сдобрив это высоким напряжением и отключением лимита TDP. И вот для защиты таких монстров уже нужны платы с хорошей VRM, так что если ПК собираются под дальнейший апгрейд, стоит дополнительно проверить в интернете, как выбранная вами плата справляется с жористыми топами. И возвращаясь к БП, еще один лайфхак для тех, кто апгрейдится постепенно. Например, новая мощная видеокарта уже приехала, но запитывать ее от старого КСАСа не очень хочется. Для быстрой проверки можно подать питание на любые комплектующие ПК от нескольких блоков питания, включая их при помощи перемычек в 24 пин колодки. Это абсолютно безопасно и позволит, например, проверить новую видеокарту в старом компьютере без полной его пересборки. Ну а для экстремалов с парой не самых мощных блоков питания такую схему можно использовать на постоянку, купив специальный 24 пиновый разветвитель, чтобы оба БП стартовали по кнопке на корпусе. Со сборкой разобрались, теперь нужно заняться настройкой ПК. И здесь есть тоже свои неочевидные моменты. Например, многие рекомендуют обновить биос до последней версии. Это выглядит логично, так как в таких апдейтах устраняются возможные ошибки и проблемы с безопасностью. Но в последние годы участились случаи с урезанием функционала. Например, процессоры Elder Lake изначально шли с поддержкой AVX 512, которые здорово ускоряют работу в задачах обучения ИИ или при работе с виртуальными машинами, например, с эмулятором PS3. Однако, в дальнейшем Intel решила отказаться от поддержки этих инструкций в десктопных процессорах, и большинство производителей с апдейтами BIOS их отключили. У AMD ситуация аналогична. В бета-версиях прошивок для плат на 400 линейке чипсетов присутствовала поддержка PCIe 4.0, если установлен процессор с аналогичной шиной. Однако до релиза эта фича не дожила, так что даже с Ryzen 3000 и 5000 400 платы работают только через PCIe 3.0. К счастью, модеры научились возвращать урезанный функционал и для релизных BIOS, но факт остается фактом. Теперь не стоит необдуманно обновлять BIOS, лучше подождать и почитать, какие подковерные изменения там могут быть. Кстати, Windows 10 и 11 умеют подстраиваться под новое железо, так что необязательно настраивать новый ПК с нуля. Просто поставьте диск с установленной виндой из старого ПК и при первом запуске будут установлены нужные драйвера и проведена реконфигурация оборудования. Да, может слететь активация, но мы все знаем, что с этим делать. К слову, хоть Intel и рекомендует ставить на 12-е и 13-е поколение Windows 11, потому что там есть продвинутый директор потока, корректно управляющий большими и малыми ядрами, на деле тут явно сговор с Microsoft, потому что сравнения последних версий 10-е и 11-е Windows показали разницу в производительности на уровне погрешности, так что если не нравится дизайн новой системы, можно смело ставить 10-ку. Кстати, именно с нее безопасное извлечение флешки больше не нужно. В последних версиях системы изменился принцип работы с внешними накопителями, так что теперь их можно выдергивать из ПК в любой момент. С уже записанными данными ничего не случится. Есть и более интересный нюанс. А вы знали, что по умолчанию компьютеры теперь не выключаются. И без разницы, как вы это сделаете, через меню пуск, кнопку на корпусе или как Alt через Alt плюс F4 на рабочем столе, все равно после экрана завершения работы ПК на самом деле полностью не выключится, хотя внешне не будет подавать признаков жизни. Все дело в технологии быстрого запуска, которое при выключении сохраняет состояние ядра системы и драйвера в файл гибернации, чтобы при следующем включении оно происходило быстрее. Функция, безусловно, полезная, но она может вредить стабильности, ведь если в системе был какой-то сбой, то он сохранится в файле гибернации и будет восстановлен при следующем запуске. И если максимальная стабильность вам важнее ускорения загрузки за пару секунд, эту функцию можно отключить. Если нужно, чтобы ПК выключился полностью, достаточно нажать на завершение работы с зажатым шифтом. Если хочется, чтобы быстрый запуск был выключен навсегда, нужно в панели управления на вкладке электропитания нажать на действие кнопок питания, выбрать пункт изменения недоступных параметров и снять галку с быстрого запуска. При этом нужно помнить, что режим перезагрузки абсолютно всегда полностью выключает и снова включает ПК. Как видите, неочевидные детали есть буквально в каждом шаге сборки настольного ПК, и многие из них могут существенно упростить жизнь и помочь избежать дальнейших проблем. Знаете какие-нибудь интересные нюансы сборки или настройки компьютера? Пишите об этом в комментариях, и я напоминаю про розыгрыш нашего мерча в Телеграме. Там мы ежедневно публикуем краткие IT-новости. Меня зовут Михаил Крошин, сеанс связи окончен. Пока.